Стример Андрей Бурим, известный как Милстрой, начал путь популярности и богатству с летсплеев, но позже нашел более прибыльную и привлекающую внимание нишу – провокационные трансляции вечеринок и казино. Он собрал аудиторию за счет эпатажного поведения, резких высказываний и огромных выигрышей. Есть! Есть! Его контент стал вирусным, что привело к росту подписчиков и просмотров. Это правда? Еще. Сим, сто тысяч зрителей! Популярность росла параллельно с увеличением доходов от рекламы и донатов. Он использовал скандальные и спорные ситуации для поддержания интереса к своей персоне, что способствовало дальнейшему продвижению. В результате Милстрой стал одной из самых обсуждаемых и противоречивых фигур в стрим-обществе. До этого Милстрой вообще не давал интервью. Ведущий канал Вписка не сразу смог с ним договориться, а вот в условный день интервью было на грани срыва. Что Мил вышел на стрим и сказал, что не будет давать интервью. Ну, жаль. Безумно жаль. В конце концов, интервью вышло, и оно стало для Милстроя неким сеансом психотерапии. Его можно упрекнуть во многом безрастности, вызывающем поведение, распространение лудомании, но точно не в желании уйти от вопросов или неискренности. Он показал довольно высокий уровень откровенности, но был ли он честен до конца, в первую очередь, самим собой? Я не знаю. Не знаешь? Вообще не знаю. Может, не помнишь? Не помню, не знаю. На интервью Милстрой не такой энергичный и раскрепощенный, каким его привыкли видеть. Его можно описать тремя словами. Апатия, одиночество, кризис. Почему человек, который, казалось бы, имел все и даже больше, не может испытать удовлетворение? Может, я из-за своей чрезмерной открытости и несчастной какой-то, дизморальной, понимаешь? Как он оказался в ловушке собственной жизни? Как на пути к хайпу и богатству потерял свою личность? Почему, несмотря на большое количество людей, вокруг он одинок? Спойлер, дело даже не в деньгах. Люди, подобные Милстроя, нечастые гости на моем канале, на канале Mental. Однако, мне показалось важным разобрать его случай, потому что через него мы можем узнать нечто важное для себя. Абстрагируясь от казино и всего прочего, можно сказать, что ситуация, в которой сейчас находится Милстрой, близка многим. Он достиг цели, но не почувствовал себя счастливым. У него есть семья и друзья, но есть ощущение, что он все равно одинок. Почему так может происходить в жизни с точки зрения коммуникации, мы разберем на его примере. В этом выпуске не будет никакого морализаторства. Я не выступаю в жанре эксперта и специалиста, который все точно знает. Я анализирую ту информацию с помощью инструментов, безусловно, психологии, инструментов коммуникации и других знаний о поведении человека, чтобы вскрыть наружу те наблюдения и мысли, которые лежат на поверхности. Некоторые любят говорить, что когда я разбираю реальных людей, то я либо выражаю ему симпатию, другие говорят, что антипатию, это вне зависимости от личности. Но в моих выпусках никогда не было личной оценки и личной позиции относительно того или иного человека. Я стараюсь объективно и нейтрально подходить к разбору каждого моего вопроса. Приступаем. Как быстро достать тысячу рублей? Так. Стоп. На моем канале рекламы казино никогда не было и не будет. В казино люди идут за краткосрочными яркими эмоциями. Они могут быть позитивными или негативными. Но в любом случае человек надеется быстро разбогатеть или отыграться, или получить какую-то другую яркую эмоцию. Минстрой подсел на эту иглу и надеется, что его проблемы разрешатся легким путем. Но это вряд ли возможно. Я бы хотел дать вам кое-что действительно полезное. Это не чудодейственное решение всех проблем. Но если вы сделаете в этот вклад, ваша ставка точно сыграет. Вопрос простой. Как использовать знания о поведении человека, чтобы стать эффективнее в коммуникации с людьми и улучшить собственный умственный потенциал, чтобы не оказаться в ловушке собственных убеждений? Ответ вы найдете в двух ссылках с пометкой «Решение 1» и «Решение 2», которые я оставлю в описании под этим видео. А далее уже вам принимать решение. Интересно вам это или нет? На первый план образа Милстрой выходит провокативность и конфликтность. Почему твою тёлку ебал же вный дед? Конфликтное поведение и желание провоцировать часто являются признаком того, что человек испытывает внутренние проблемы или сталкивается с трудностями, которые не может решить другим способом. Причины такого поведения исходят изнутри. Конфликты и провокации могут быть способом удовлетворить потребность в самоутверждении. Милстрой может затеять конфликты или провокационно-унизительную ситуацию, чтобы возвыситься над другими. Провоцируя, он стремится показать свою силу и утвердить власть и контроль над ситуацией. В поведении Милстроя и в его отношениях с окружающими можно проследить некоторые когнитивные искажения. Одно из них, например, обесценивание. Милстрой обесценивает возможные негативные последствия своих слов или действий, предполагая, что реакция другого человека на его провокации должна быть минимальной. Он ожидает, что обидные слова не должны восприниматься всерьёз. Ему кажется, что их можно просто проигнорировать или отнестись с юмором, что обесценивает возможные негативные чувства другого человека. Ну а что он, по-твоему, должен был? Сыграть? Проигнорировать эту... Поугарать и всё. Либо посмеяться, просто сказать, типа, вот Милстрой долб... Ха-ха. Либо проигнорировать вообще. Это привычная для Милстроя модель вынесения суждений о людях, но он судит о человеке в зависимости от того, как кто-то реагирует на провокацию. Это даёт ощущение власти над другими. То, что он отказался от 5 миллионов рублей за то, чтобы послушать один трек... Да. Ну да. Не, на самом деле, молодец. Да. Вот скажу так, без рофов, молодец. 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 Когда человек испытывает внутреннее напряжение, стресс или подавленные эмоции, конфликт или провокация могут стать способом их разрядки. Нормально, Андрей. Успокойся. Да мне п*** на это всё. Андрей, успокойся. Это связано с тем, что человеку трудно управлять своими чувствами. Если ему сложно контролировать эмоции, он может специально задевать других, чтобы выпустить внутреннее напряжение и временно почувствовать себя немного лучше. Да, я в моменте понял, что просто мной овладел гнев какой-то. Прям что-то я реально сделал какую-то хуйню. Я начал это понимать просто. Когда человек чувствует себя уязвимым или неуверенным, он может специально провоцировать других или вступать в конфликт, чтобы скрыть свои какие-либо проявления слабостей. Это как если бы он нападал первым, чтобы не выглядеть слабым. Милстрой сам признаёт, что из-за того, что его унижали, причём без видимых на то причин, по его словам, он может вести себя агрессивно, чтобы выместить обиду и казаться сильным в глазах других. Портфель мой выкинут в окно, ремень ножом разрезан, вещи все в мусорке, штаны были в моём мусорке прям, там одежда вся. Я ни с кем вообще не грубил, ни с кем вообще не конфликтовал, просто так. И со стороны это, правда, выглядит так, что ты на этом выигре, в том числе, вымещал обиды за свой колледж. А, ну или вымещал обиды. Большая часть медийного образа Милстроя – это зависимости. Про то, как устроена зависимость, я уже рассказывал в отдельном ролике по фильму «Рэквем по мечте». И сейчас не буду останавливаться на этом подробно. Но хочется заметить, что зависимость возникает не только от злоупотребления запретными веществами. В метафорическом смысле наркотиком для человека может стать любовь, признание или даже его мечта. Ролик получился интересным и полезным. Посмотрите его, чтобы подробнее разобраться в этой теме и получить немножко пользы. Основная зависимость, которая руководит жизнью Милстроя – это лудомания. Именно она влияет на его восприятие жизни и отношения с окружающими. Во-первых, это способ ухода от реальности. Милстрой делит жизнь на реальную и ту, что происходит в интернете. Он понимал, что все, что происходит на этой камере, вот эти три часа, это просто все шоу на... Он должен понимать, что мы должны завозить в жизни, подходить к девушкам на улице, как будто я, ну, как будто боялся, стеснялся. Жизнь в интернете более привлекательна, ведь и нас связаны с выигрышами и популярностью. В конце концов, это основа его карьеры, которая открыла много возможностей и подарила много эмоций и удовольствия. Слова Милстроя указывают на то, что он придерживается установки «В интернете можно позволить себе больше, чем в реальной жизни». Это утверждение кажется противоречивым, когда человек ведет трансляции на камеру и видит вместо лиц только цифры. Ему может казаться, что он находится в более свободной и менее контролируемой среде. Это психологически может создать иллюзию, что рамки дозволенного расширяются. Однако это ощущение обманчивое, ведь каждое действие и слово фиксируются на камеру. Рамки дозволенного не расширяются, а просто воспринимаются иначе. Милстроя воспринимает реальную жизнь вне интернета как пространство, где есть место страха, неуверенности и ограничения. Поэтому из раза в раз он возвращается к зависимости. Во-вторых, Милстрой переносит некоторые признаки казино в реальную жизнь и воспринимает ее как аукцион. Не всех, но многих людей можно купить, если найти подход и нужную сумму. Показывают то, что деньги решают немножко больше, чем все думают. Как на аукционе он гонится за редкими лотами. Чем-то, что сделало бы его особенным. Вот из-за этой штучки, из-за этого фрика. Это какая-то типа эксклюзивная коллекция. Вот именно из-за этого фрика. Он постоянно повышает ставки и с каждым следующим разом для хайпа надо сделать что-то более вопиющее. Мистер Бис подписался на Молстроев Инсте и написал ему в личку, соответственно. Аукцион — это постоянное соревнование с кем-то. Также Молстрой постоянно соревнуется с другими стримерами в количестве денег, подписчиков и онлайн-зрителей. И каждый раз для подтверждения своего статуса ему нужно больше и становится все труднее поддерживать этот уровень. Это правда? Семь сто тысяч зрителей! Жизнь стиля аукциона можно рассматривать как стремление к постоянному подтверждению собственной значимости. Покупка дорогих вещей и большие выигрыши создают временное ощущение успеха и превосходства. Деньги становятся инструментом влияния на других, позволяя контролировать ситуации, тем самым поддерживая ощущение власти и статуса. Я счастлив, мне зашел друзей за деньги, смотрите, они со мной. Я каждому дал по пище баксов, чтобы они делали вид, что они мои друзья и улыбались вместе со мной. Друзья, у нас! Однако в долгосрочной перспективе этот подход не приносит устойчивых результатов. Как только первоначальное удовлетворение проходит, человек снова сталкивается с теми же проблемами, которые становятся еще более острыми. Это ведет к необходимости более частых и интенсивных подпиток, что создает пороченный круг, не приводящий к истинному разрешению внутренних конфликтов. В поведении Милстроя можно проследить когнитивное искажение, которое называется черно-белое мышление. Достаточно популярное когнитивное искажение. Это тенденция видеть вещи в крайностях, как абсолютно хорошие, либо совершенно бесполезные. Пару лет назад Милстрой превзносил значимость дорогих часов, покупал, носил их и всячески хвастался их наличием, воспринимал их как символ успеха и уверенности. Но сейчас он полностью отрицает их важность. Это может быть отражением его борьбы с разочарованием, когда материальные атрибуты успеха не принесли удовлетворения, от которого он ожидал. Золотые часы не дали уверенности и избавили от страха. Знаешь, я уже как будто прошел на такой уровень, что, блядь, даже часы это хуйня какая-то. Я уже без часов хожу, наверное, где-то год или полгода, наверное. Ну да, чувствуешь себя увереннее, конечно, есть такая тема, но думаешь, ай, ну и нахуй. Лудомания создает когнитивное искажение, которое мешает трезво оценивать ситуацию. Реально лудомания убеждает тебя в том, что-то, ну, по крайней мере, в моем случае, что я могу спокойно жить всю оставшуюся жизнь просто один. Милстрой осознает наличие зависимости. Я понимаю это логикой. Но все равно продолжает бессознательно применять способы самозащиты, чтобы по возможности избегать столкновения с неприятными последствиями своих поступков и укрыться от внутренней боли. Один из таких способов является отрицанием. Андрей не до конца готов признать, что испытывает одиночество. Ну, вот я думаю, что... Как бы сейчас с этим проблема небольшая. Но я не думаю, что я одинокий. Нет, реально, не думаю. Яркий, наполненный деньгами мир казино также может служить определенной формой психологической защиты, известной как примитивная изоляция, когда человек, чтобы снять внутреннее напряжение, отстраняется от реальной жизни и избегает взаимодействия с ней. Если раньше Милстрой мог закрывать глаза на негативные последствия своего образа жизни, то сейчас он находится в той точке, когда игнорировать это невозможно. Милстрой признается, что больше не чувствует удовлетворения от жизни. Ну, вот я был на пике хайпа, у меня были там онлайны по 100 тысяч, да, было очень много денег и так далее. И сейчас это все начало пропадать, я переставал чувствовать вообще полное какое-то удовольствие от жизни. Мне приходилось, например, всегда выпивать, чтобы просто хоть какой-то кайф о жизни почувствовать. Видно, что он пытается найти что-то, что могло бы его порадовать, но это дается ему трудно. Вот помнишь, когда ты в последний раз прям искренне, вот по-детски радовался какой-то мелочи? Знаешь, такой вопрос классный. Я и пытаюсь вспомнить. Сейчас. Это жестко, кстати. Я не знаю. Не знаешь? Вообще не знаю. Может, не помнишь? Не помню, не знаю. Милстрой радуется и оживляется, когда говорит о потенциальных действиях, сделав которые, он мог бы снова вернуть хайп и просмотр. Ну вот если бы, например, мы бы запустили прямой эфир, позвали бы Дрейка, и чтобы я ему сам побрил бы волосы, я бы его ел. Точно. Но загоняется, когда Вася пытается сподвигнуть его, отрефлексировать и обдумать свои ошибки. На этих моментах четко видно, как Андрей замыкается в себе. Знаешь, когда все хочется просить, всех послать нахуй, это было именно то. Я вообще никаких угрызений совести не чувствую. Вообще абсолютно. Многие люди в сложные моменты стараются скрыть свои чувства, чтобы не казаться слабыми. На данном этапе жизни Милстроев словно надел маску «все нормально» и говорит о прошлых ошибках без эмоций. Однако по его реакции можно заметить, что эти ошибки все еще беспокоят его. который бил женщин, который рекламировал, казик рекламирует и подсадил очень многих на казино, который в конце концов заставлял друга лизать ноги. Это меня не парит вообще. Это было, было прав я или нет. А может быть, если разобраться в ситуации более подробно, так бы сделал бы каждый. Допустим, на моем месте. А может нет. Ситуация Милстроя хорошо показывает явление, называемое гедонистической адаптацией. Это когда психика со временем привыкает к любым изменениям, будь то хорошие или плохие, и возвращается к привычному уровню удовлетворенности. Даже самые яркие моменты со временем теряют новизну. То же самое происходит и с негативными переживаниями. Милстрой привык к большим суммам денег и высоким показателям, и теперь даже огромные выигрыши не приносят прежнего удовольствия. А это кружило голову? Что вот приходят женщины? Ну, первый раз и да. А сейчас уже привык. Сейчас Милстрой находится на сложном этапе. Как он говорит, он потерял смысл жизни. Нет причин радоваться в жизни просто. Так подожди, а тебе радость только онлайн доставлял? И все, вот цифры сами. Я покопался у себя в голове, и, как я примерно понял, после стрима с Мобельштертом я потерял свою цель в жизни. Он остановился на перепуте, где он осознает свою зависимость, но чувствует бессилие перед ней. Он выражает желание вернуться к обычной жизни, в которой есть место для любви, самореализации, здоровых привычек, но признает, что не может освободиться от пагубных наклонностей, которые все больше его поглощают. Я бы тоже хотел обычной жизни. Я тоже хочу просто выходить на улицу, в кого-то влюбиться, заняться собой. Да, да, это было бы классно очень. Но я так не могу. В последнее время что-то начал прогинаться под вредные привычки. На этом этапе ему особенно необходима поддержка близких. Милстрой рассказывает о близких отношениях с братом. Подходит по таким критериям, допустим, мы ссорим. Как брат, как друг по совместительству, да? Но также отмечает, что брат не поддерживает его карьеру. Несмотря на крепкую связь с братом, видно, что профессиональная деятельность Андрея вызывает непонимание и разногласия, что усиливает ощущение отчуждения. И вот он... Видно, что, короче, горит от того, что вообще я этой деятельностью занимаюсь. Из-за пагубных привычек отношения с семьей становятся натянутыми. Что с семьей отношения в полный пи***ь превращаются. За внешней независимостью и отстраненностью все еще кроется потребность в семейной теплоте и близости. В этом особенно ярко проявляется его ностальгия по временам, когда он чувствовал искреннюю радость и спокойствие в простых моментах детства, проведенных с матерью. Мама продавщицей была. В киоске. В киоске, да? Да. Ты, кстати, любил этот киоск? Зоя, я часто заходил к ней, конечно. Иду после школы. Там, зашел к матери. Пообщались часик-два. Пошел домой. Ну, прикольно было. Потом сидели там кофе и чай с печеньем ели. Такая зажатая. Обстановка, например, атмосфера такая классная. Прямо добрая. О жизни говорили там. Я там какие-то свои проблемы говорил. Многие моменты на интервью для самого Милстроя оказались откровением. Он признается, что боится потерять семью, но и от хайпа отказаться тоже не готов. Ты либо дальше играешь в казино, либо мы с тобой разорваем отношения навсегда. Но видишь, если я задумался, значит уже чаша весов примерно наравне. У тебя глаза блестят. Да, да, прикольно. Что еще происходит? Другие бы сказали сразу, что семья. А я думаю. Ну, зато честно. Милстрой стремился заглушить внутренние конфликты через деньги, беспечный образ жизни, алкоголь и казино. Однако эти попытки не только не решили старые проблемы, но и привели к новому, усугубив его положение, повлияв на его репутацию. Несмотря на это, Андрей все еще надеется, что окружающие смогут увидеть в нем что-то положительное и верит, что их восприятие его личности ошибочно. Истории, которые Милстрой рассказывает о себе, особенно его вера в то, что со временем люди поймут его истинную сущность, могут быть рассмотрены рассмотрены как личные мифы. Знаешь, что мне кажется будет? Меня все считают злодеем, но через пару лет возможно, что все как будто созреют и поймут, что я таким не являлся. Эти мифы помогают ему оправдывать свои действия и сохранять самоуважение. Его убеждение, что он не злодей, а лишь неправильно понятый, это форма внутреннего нарратива, который он использует, чтобы смириться с осуждением со стороны общества. Этот миф позволяет избежать полного сознания того, как его поведение действительно влияет на жизнь и окружающих. Он строит будущее, основываясь на желаемых сценариях, что может указывать на разрыв между реальностью и его восприятием самого себя. Также вера в то, что в будущем люди разглядят его истинную личность, может быть очередным когнитивным искажением, которое называется ошибка предсказания. Человек в данном случае делает предположение о будущем без объективных оснований, исходя из своих текущих убеждений или желаемого исхода. Это предвзятое предсказание позволяет ему оправдывать свои действия в настоящем, избегая ответственности и трудностей, с которыми он сталкивается сейчас. Это также может быть способом поддержания своей самооценки уверенности в том, что его истинные мотивы и характер будут со временем признаны. Милстрой демонстрирует эмоциональную отчужденность, особенно когда дело касается его отношений с близкими. Его фразы о том, что он не чувствует угрызений совести или что сейчас уже привык, могут быть свидетельством попытки подавить или избежать боли, связанные с осознанием своих ошибок. При этом теплые воспоминания о матери показывают, что он все еще глубоко нуждается в эмоциональной связи и поддержке, даже если не всегда готов это признать. Его отстраненность и отсутствие поддержки со стороны семьи вероятно усугубляет его кризис, но при этом он продолжает стремиться к признанию, надеясь, что люди однажды изменят свое мнение о нем. Это может указывать на то, что он ищет внешнее подтверждение, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. Все эти факторы привели Милстроя к состоянию экзистенциального кризиса. Что еще он может предложить зрителям, кроме провокации и игр в казино? Цель достигнута, у него много хайпа и денег, но счастье от этого длилось недолго. Популярность сопровождается проблемами, законом и проблемами в отношениях с близкими. Это может создавать ощущение потери контроля над собственной жизнью. Из дома не выхожу, я из-за лутки, я не потому, что я затворник, мне нравится гулять. Я просто, делать ничего не хочется, не хочется работать, не хочется ни с кем общаться, не хочется вообще ничего. Из-за этого милстрой все больше погружается в социальную изоляцию. Ну просто лутка, она вот реально отдаляет людей, она убеждает тебя в том, что, блядь, поху, один останешься и так далее. Кризис жизни милстрой создается комплексом факторов, которые взаимно усиливают друг друга. Невозможность радоваться простым вещам лишает его повседневных источников счастья, делая жизнь однообразной. Недостаток поддержки усиливает чувство одиночества и изоляции. Потеря смысла жизни перерастает в эмоциональную апатию. Это закрепляет ощущение потери контроля над своей жизнью, окончательно погружая его в состояние кризиса. Зависимость от денег и внешнего признания привели к внутренней пустоте. Деньги и успех Милстроя множились в геометрической прогрессии. Его провокационные поступки давали все больше хайпа, но этот образ жизни привел стримера к тому, что он оказался рабом своих зависимостей. Его история показывает, что потеря своей личности это цена, которую надо заплатить за большую популярность. Личность просто стирается, превращается в какую-то равнодушную безэмоциональную дикую амебу. Коммуникативные стратегии Милстроя не приближают к нему людей, а наоборот отдаляют от него даже самых близких. Это ведет к гнетущему чувству одиночества и апатии, а их не могут излечить никакие деньги. К примеру, мой рекорд не выходить из номера и там вообще там ни с кем не видится на уровне месяца два-два с половиной. Цель, которую он достиг перестала его радовать и вместе с этим отпали мотивацией и желанием двигаться дальше. Слава и деньги не смогли компенсировать потерю смысла и близких отношений. Милстрой находится в состоянии кризиса, который затрагивает как его самоидентичность, так и отношения с окружающими. Его внутренние конфликты, поддерживаемые личными мифами и неспособностью найти радость повседневной жизни, продолжают усугубляться. Хотя он внешне может казаться успешным и независимым, его слова и действия говорят о противоположном, о поиске утраченного смысла и потребности в эмоциональной поддержке, которую он уже не может найти в привычных источниках. Кризис лишает его чувства контроля над жизнью и приводит к еще большей изоляции, что только усиливает чувство одиночества и бессилия. Достижение даже самой заветной цели может не удовлетворять более глубокие потребности, такие как потребность любви, принятии или самореализации. Если внутренняя неудовлетворенность остается, внешние достижения не приносят долгосрочного счастья. После интенсивного стремления к цели человек может ощутить пустоту, так как не знает к чему стремиться дальше. Цель была основным источником мотивации и после ее достижения возникает ощущение потерянности. Если цель была связана с внешними аспектами, деньги, статус, признание, она может не приносить внутреннего удовлетворения. Истинное чувство удовлетворенности приходит от целей, которые соответствуют внутренним ценностям и приносят смысл. Несмотря на потерю смысла, Молстрой выдвигает для себя новую цель. Стать первым стримером, у которого будет условно миллиард долларов. Если как-то чего-то такого достиг, а почему мы не достигнем чего-то еще большого. Но кажется, эта цель похожа на предыдущую и вполне возможно не освободит Молстрой от порученного круга, в котором он находится. В итоге сейчас Молстрой это человек, потерявший радость от жизни и оказавшийся в ловушке собственной популярности и амбиций. И сможет ли он выбраться из этого зависит только от него. Все зависит исключительно от моих действий сейчас. И как вы думаете, если у Молстроя шанс на трансформацию и возвращение к полноценной жизни, что ему для этого нужно осознать и изменить себя? Является ли цель хайпа той целью, которая поможет ему в этом? Поделитесь своим мнением в комментариях. Пока я монтировал этот выпуск и в моменте, где я рассказывал про цели, я как бы затронул проблему, но не сказал, что с этим делать. Как оставаться верным своим целям, как принимать решения, основываясь на своих личных убеждениях, как не подаваться давлению со стороны и так далее. Поэтому я решил сделать отдельный гайд, я его оформил в pdw-файл и разместил в своем телеграм-канале. Поэтому кому интересно как оставаться уверенным и не подаваться давлению со стороны используя знания о психологии и не подаваться различным когнитивным искажениям, то переходите в телеграм, скачивайте и пользуйтесь. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. До встречи в следующем видео.